Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я уже просто со счету сбился по приложениям, которые советовал для шифрования файлов, но не смог пройти мимо GPG4Win. GPG4Win — наследница оболочек GNU-PG, которая, в отличие от своих сестер, жива и продолжает развиваться. GNU-PG использует схему с открытым и закрытым ключами, как и PGP, при этом выпускалась она как альтернатива PGP. Программа бесплатная, с открытым исходным кодом, выпускается под свободной лицензией, ну в общем нет смысла описывать внутренности, достаточно того, что она надежна, бесплатна и предельно проста. GNU-PG встроена в GPG4Win, от остальных утилит можно отказаться, но Клеопатру ставить нужно обязательно. Это основной интерфейс, очень удобный к тому же, да и все остальное можно поставить лишним не будет. GPA, например, это альтернативный менеджер ключей, а GPG-EX позволяет работать с файлами из проводника, но по отзывам работает не всегда. Ну и собственно нам предлагают запустить Клеопатру по окончанию установки и мы ее таки запустим. Вот так выглядит интерфейс программы, интерфейса этого вам достаточно для шифрования и дешифрования файлов, текста, да в общем чего угодно. А так как GPG4Win для этого и разрабатывался, Клеопатрой мы сегодня и ограничимся. Сразу создаем пару ключей. Я рассматривал этот процесс на примере плагина для браузеров MailVelob, ссылка в описании, но все-таки повторю еще раз про пары ключей в применении к GPG4Win. У вашего адресата есть пара ключей, открытый и секретный. Вы можете зашифровать для него любой файл, используя его открытый ключ. И только адресат может расшифровать файл с помощью парного секретного ключа. Сейчас мы создаем пару ключей. Предположим, что вы не пользовались этой технологией ранее. Если у вас есть пара, ее можно импортировать, но об этом сейчас не будем. Имя лучше как-то ближе к вам и почту лучше указывать. Потом по этим параметрам вас будут искать те, кто соберется вам отправлять сообщения и файлы. Будьте к ним благосклонны. Но при этом использовать настоящее имя и действующий адрес электронной почты не обязательно. Вот эту галочку я не знаю, почему они не поставили по умолчанию. Защитить ключ с помощью пароля мне кажется обязательно. В дополнительные параметры можно не заглядывать и битность можно не менять, хотя обычно все увеличивают. Еще тут выставляется срок действия ключа. Изначально два года. Но и срок действия и пароль можно поменять впоследствии. Вот у нас запрашивают фразу пароль. Фразу пароль программа будет запрашивать перед открытием зашифрованного сообщения или файла. Все, пара ключей создана. Можно сразу сохранить резервную копию и хранить где-то в защищенном месте. Это на случай переустановки системы и так далее. Все, у нас есть все необходимое для работы. По меньшей мере для работы самому с собой. Так как это самое простое, покажу на этом примере принцип шифрования. Ну и в принципе может пригодиться для шифрования файлов на компьютере или хранения бэкапов важной информации в облаке. Вот мы нажимаем кнопку зашифровать. Выбираем файл. Любой. Пусть будет фотка. Оставляем галочки по умолчанию. Вводим фразу пароль. Все. Файл зашифрован. Никто кроме меня, то есть обладателя секретного ключа, его теперь не сможет расшифровать. А я могу. Нажать расшифровать. Найти зашифрованный файл. Он называется так же как исходный с расширением gpg. И расшифровать его одним нажатием мыши. А вот он расшифрован. Осталось его куда-нибудь сохранить. Единственное надо поменять папку, потому что исходный файл лежит в той же папке. Ну тот, что мы шифровали. Понятно, что у вас такого не будет. Зачем же тогда шифровать? Все. Вот у нас дешифрованный файл. Сейчас он не запросил фразу пароль, но после перезагрузки системы запросил. То есть таким образом можно шифровать файлы на своем компьютере. Но понятно, что gpg со всей этой историей с парами ключей заточен в первую очередь на обмен файлами. И к этому мы сейчас и перейдем. Итак, вам нужно обменяться с потенциальным рецепиентом открытыми ключами. То есть правая кнопка мыши, экспорт, сохраняем и отправляем любым удобным способом. Например, с помощью Telegram. Собеседник устанавливает программу, тоже gpg for win или совместимую, создает свою пару ключей и присылает свой открытый ключ вам. Вы его сохраняете, нажимаете импорт, находите куда сохранили и… А, можно дополнительно убедиться, что присланный ключ действительно ключ вашего знакомого, например, что его не подменили по пути. Для этого сравнивают отпечатки ключей отправленного и фактически полученного. Для проверки можно, например, созвониться по надежному каналу, желательно видео и проговорить. Ну, в общем, тут у нас все совпадает. Отпечаток ключа можно посмотреть вот здесь. Тут же можно менять настройки ключа. И все. Шифруем файл, и вот здесь указываем имя получателя. Тут у вас со временем появятся все, с кем вы обменялись ключами, пока тут только Alice. Вот ее и указываем. Зашифровать. И теперь отправляем любым удобным способом. Никто, кроме Alice, не сможет прочитать то, что вы отправили. Понятно, что это далеко не все, что есть в gpg for win, тут в принципе можно шифровать текст в блокноте. Но это основное, что вам может понадобиться в этой программе. Зашифровать и расшифровать файл. Вообще у меня, конечно, есть проблема. Рассматривая каждый новый сервис, мне он нравится больше, чем предыдущий. Возможно, это не так и это субъективное ощущение, но я все равно перепрыгиваю на новый. При этом не рассматривать не могу. Пришел, увидел, рассмотрел. Примерно так. Все любите друг друга, соблюдайте правила цифровой безопасности. Но не превращайтесь при этом в паранойка. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.